Ведение мяча, прыжки в мешках и другие увлекательные соревнования. В Центральном парке Шимкента проходит семейная спартакиада. Попороться за первенство решили 10 семей, в каждой команде по 4 участника. Для того, чтобы победить в соревнованиях, командам нужно набрать максимальное количество баллов, быстрее всех пройти дистанцию и передать эстафету другому участнику. Такие соревнования укрепляют семейный дух. Не будем гадать, но я надеюсь, что мы станем победителями. Всем командам я желаю удачи, а тем, кто не пришел, настоятельно рекомендую попробовать свои силы на следующих соревнованиях. Семейные праздники в Шимкенте проводят не только в развлекательных целях, отмечает жюри, но и служат духовному развитию. С одной стороны, такие мероприятия, они нужны. Они нужны для укрепления и коллектива, и для укрепления института семьи вообще в целом. Семья крепкая, семья дружная, семья образованная и эрудированная, значит государство такое будет. Перед судейской коллегией стоит непростая задача. Необходимо выбрать лучшую команду. В это время члены жюри вы являют победителей. Посмотрите, как усердно они подсчитывают результаты, и через некоторое время мы узнаем, какая из команд была лучшей. Участникам, занявшим первое место, организаторы дарят 100 тысяч тенге. За второе 70, а за третье 50 тысяч тенге. А каждого участника ждет утешительный приз. Первое место из 100 тысяч тенге выиграла семья Ясинбаевых. Команда «Жануя». В ней соревновался и самый молодой участник спортивных игр. Спасибо организаторам соревнований и всем, кто болел за нашу команду. А с нашим выигрышем сейчас пойдем на базар, купим что-нибудь для каждого ребенка. Как говорят сами участники, главное не победа, а участие. Эти соревнования помогли еще больше сплотить между собой семьи. При этом каждый получил заряд положительной энергии.